Бишкек Лондон – огромный мегаполис, где живут миллионы людей. В исторической части Лондона улицы очень узкие. Вот сейчас я стою на одной из главных улиц Лондона возле Королевского парка Риджинс. Так как Лондон – большой город, здесь тоже в утреннее и вечернее время образуются пробки. Но такой плачевной ситуации, как в Бишкеке, здесь нет. К тому, что на дорогах Лондона нет таких пробок, как в Бишкеке, например, способствуют, по моему мнению, несколько факторов. Когда мэром был Борис Джонсон, для автовладельцев был введен специальный тариф. Те, кто хотел на своей машине заехать в центр города, в будние дни должны были оплатить 5 фунтов. Это примерно 435 сомов. Также в Лондоне нет таких ужасающих пробок еще и потому, что здесь очень хорошо развита транспортная система. Развитые страны не создают условия для увеличения трафика. Они делают все, чтобы сократить число машин на дорогах. В первую очередь стараются наладить работу общественного транспорта, как вы уже сказали, вводят тарифные барьеры для владельцев частного авто. Чиновники часто ездят на велосипедах. Какие методы борьбы с пробками вы бы могли порекомендовать мэрии Бишкека? Какие методы борьбы с пробками вы бы могли порекомендовать мэрии Бишкека? Жители Лондона очень бережно относятся к окружающей среде. Несмотря на то, что Лондон очень большой город, уровень ДТП здесь гораздо ниже, чем в Бишкеке. Почему я говорю об отношении самих лондонцев? Потому что здесь много обеспеченных горожан, кто может себе позволить огромные джипы, но не покупают их, так как беспокоятся об экологии окружающей среде. Они предпочитают маленькие машинки-малолитражки, чтобы меньше загрязнять воздух. Также они соблюдают правила тарификации въезда в центр города. Многие жители мегаполиса, езде на машине или даже на общественном транспорте, предпочитают прогулки пешком или поездки на велосипедах. Я бы хотела отметить, что если бы власти Бишкека наладили работу общественного транспорта, было бы выгоднее передвигаться на общественном транспорте, нежели на машине. И я бы хотела отметить еще такой момент. В Бишкеке невозможно передвигаться пешком, потому что может быть жалко обувь. Да и вообще по нашим тротуарам ходить неудобно, поэтому многие предпочитают ездить на машине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!